Как театр начинается с вешалки, так ярмарочная площадь с праздничной песней о том, что рядовой поход за продуктами обернется народными гуляниями, не мог предположить петербуржец Артур Гайнеддинов. Недавно он переехал в Казань, где и открыл для себя, что выбирать мясо можно и под музыку. Там таких рынков нет. Я там не ходил на рынки никогда, потому что там было страшно. А здесь хорошо. Теперь в Татарстане вместо супермаркетов Артур выбирает сельхоз-ярмарки. На прилавках и живая рыба, и парное мясо, а, например, вместо свинины только поросятина. Не более 160 дней. На самом деле это абсолютно молодые поросяты. Держать выше нерентабельно и невкусно. Вкусно ли? Фермеры готовы не только доказать, но и показать, как продукты из районов превращаются в готовые блюда. Здесь это называют open space производством. Иными словами, теперь покупатель сам видит, как готовится купленный им полуфабрикат. Хочешь, например, пельмени, тебе и накрутят мясо, и замесят тесто. Цель передо мной была поставлена, чтобы люди видели, как готовят. Что это приятно, аккуратно, чисто, чтобы люди пришли домой и кушали. Сельхоз-ярмарки здесь проходят с момента открытия парка. И всегда успех. Берут татарстанское, о чем говорят и цифры. 25 номинований овощей – это то, что делается в республике. Понятно, что фрукты мы привозим. Но нацеленность на сельхозпроизводители именно республики Тарстан, она очевидна. Сегодня по Казани 10 таких ярмарок. Три в набережных Челнах, одна в Зеленодольском районе. В столичном агропромпарке – самые большие площади. Рамиль Шайдулин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова